Жители села Киригета-Ашкадамджайского района за 8 месяцев проложили канал протяжённостью 8 километров. Работы были начаты в сентябре прошлого года и уже к маю текущего завершены. Объект был необходим, поскольку из-за нехватки поливной воды страдали сельхозугодия площадью 40 гектаров. Сельчанам пришлось прокладывать канал в буквальном смысле вручную, поскольку в трудодоступную уместность наземной техники не добраться. Поначалу казалось, что эта затея безумна, но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Перед началом всех работ всё казалось сказкой, но после завершения все в восторге. Сложность строительства канала состояла в том, что его надо было протянуть по отвесному склону скалы. Далее трубы уложили через реку, и здесь необходимы были мельчайшие детали с расчётом законов физики. Инициаторами воплощения всего этого является житель села Киригеташка-Дамджайского района Баткенской области Мурзапаша Маматов. «После того, как мы завершили работы, жители и других сёл загорелись идеями. Они поняли, что достаточно желания и стремления. Трудности были при составлении проекта. Многие говорили, что невозможно, но мы доказали всё на деле». Именно за реализацию социально значимого проекта по строительству ирригационного сооружения Ак-Кирюн-Киригеташ, направленного на улучшение условий жизни населения майданского аильного Аймака, автор проекта награждён медалью ДАНГ. Также указом главы государства общественное объединение движения за новое село Кыргызстана награждено почётной грамотой республики. Именно это объединение при финансовой помощи инвесторов из Кореи помогло приобрести те самые трубы, благодаря которым село Киригеташ зацветёт, ведь даже в советское время не смогли сделать канал. «В начале были определённые проблемы по финансовому обеспечению. Так как надо было более трёх миллионов сомов закупить строительные материалы, а местные сообщества должны были методом Машара реализовать этот проект. Обговорив вот эти моменты, прошло где-то более шести месяцев, и к нашему удивлению на это согласие дали наши корейские партнёры из республики Корея, где был одобрен этот проект, и они профинансировали». Именно стараниями самих жителей села Киригеташ земля, куда веками не поступало ни капли воды, станет плодородной. В планах сельчан разбить на этой земле фруктовый сад. Почётной грамотой президента также удостоился рентген-лаборант Октябрьской территориальной больницы Сузакского района Кучкунбай-Маманов. Кучкунбай-Маманов в медицине проработал 42 года. В эту сферу он устроился работать после завершения профильного учебного учреждения. А в Октябрьской территориальной больнице наш герой трудится ровно 28 лет. По его словам, в процессе работы ему пришлось испытать и трудности, и радости. «Мы находимся в 20 километрах от города, и к нам обращаются жители не только из аильных округов, но и из города. В любое время суток мы стараемся помочь всем». Октябрьская территориальная больница обслуживает почти 80-тысячное население шести аильных округов. И успешное лечение больных после точно поставленного диагноза – огромная заслуга специалиста. «Для меня это большой подарок. И спасибо моим коллегам, которые посчитали, что я достоин этой награды. И эта награда – заслуга всего коллектива». Стоит отметить, что государственными наградами удостоены около 160 человек. Все они – представители различных сфер, и каждый из них внес свой вклад в развитие страны. Также нужно отметить, что в июне специально к саммиту ШУС в Театре оперы и балета имени Молдебаева прошла опера «Манас». А потому за вклад в углубление отношений стратегического партнерства, укрепление дружественных связей и взаимообогащение национальных культур между Кыргызстаном и Китайской народной республикой, а также за вклад в популяризацию по «Саманас» награждены государственными наградами Кыргызской республики солисты Центрального оперного театра Китайской народной республики. Кроме того, за активное участие в подготовке и проведении заседания Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества ряд лиц были награждены государственными наградами, а видные государственные деятели Турабай Кулатов и Султан Ибраимов удостоились наград посмертно. Даяна Джумабекова, Азамат Джапаков. Итоги недели. Аллато 24.